Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука! Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! И это 2020 год радует белорусов, жителей умеренной зоны, хорошим урожаем яблок. Завязей образовалось много, яблочки растут довольно крупные, хотя сейчас пришла засуха и, к сожалению, очень велики риски того, что яблочки могут отвалиться, не наливаться как следует. А ведь нам хочется, чтобы яблок было не только много, но чтобы они нас радовали еще. И сладостью, и своим качеством. Одна из наиболее серьезных проблем середины лета с яблонями среднего-позднего срока созревания, это, конечно, осыпание плодов. С одной стороны, яблоня сама регулирует количество плодов, которые она может вынести с учетом питания, с учетом влаги, с учетом тех ресурсов, которые у нее есть. С другой стороны, мы же подкормили как следует и осенью, и весной, и луночно, там по-разному, и в некорневые обработки хелатом железа сделали, и все остальное. И, конечно, сейчас очень хочется, чтобы яблонька оставила этого урожая как много больше, ведь мы в нее довольно много вложили труда и средств. Как же сделать так, чтобы яблочки вот эти вот растущие не отвалились, как можно крепче держались за дерево, и как следствие наливались очень и очень хорошо. Сделать это, на самом деле, не так уж и сложно. Дело в том, что прикрепление яблочка к ветке регулируется гормонально, и гормоны растений ауксины играют тут здесь одну из ведущих ролей, поэтому вы можете использовать в некорневые обработки яблонь в этот период различными препаратами, которые содержат ауксины. Я обязательно в конце этого ролика дам перечень этих препаратов. Но, конечно, препаратами выбора в первую очередь являются препараты Стимул и Гулливер. И Стимулу, псевдомонадному препарату белорусского производства, конечно же, надо отдать предпочтение, потому что на мировом рынке биопрепаратов это препарат с самым высоким содержанием естественных ауксинов. При этом большинство препаратов, предлагаемых на рынке средств защиты растений, являются источником химически синтезированных ауксинов. Впрочем, они работают вполне хорошо. Другое дело, что у препаратов Стимул и Гулливер еще дополнительно имеются защитные функции от болезни, а также они наполнены буквально всевозможными полезными антистрессовыми веществами, которые в этот период очень полезны для растений. Но всегда, ну или почти всегда, каким-то покупным препаратом можно найти хорошую домашнюю альтернативу. При, конечно, при том, что домашние альтернативы не всегда работают надежно, однако вероятность того, что они сработают хорошо и будут весьма эффективны, вероятность тоже есть. Особенно это зависит от того, насколько тщательно вы провели листовую обработку, надо обрабатывать верхнюю и желательно нижнюю сторону деревьев, ну хотя бы верхнюю, а также от частоты этих обработок. Домашними препаратами стоит поработать не менее трех раз с интервалом в семь дней. Что касается препаратов, которые я укажу в конце ролика, они могут применяться даже однократно, эффективность уже очень будет высокая. Среди домашних средств для лучшего налива яблок, для их сладости, для того, чтобы они подольше, покрепче держались на ветке, предпочтение стоит отдать, конечно же, дрожжам, а еще лучше пиву. 100 грамм дрожжей на 10 литров воды и обработать, провести листовую подкормку очень хорошо, обыкновенные хлебопекарные дрожжи. Ну а литр, даже полтора любого светлого пива на 10 литров воды провести такую обработку яблонь будет еще лучше. Пиво содержит в себе как раз комплекс веществ, в том числе белковых, витаминных, которые очень хорошо поддерживают яблони в этот период. Кроме того, белковая пленочка, которая формируется после обработки пивом, будет хорошей профилактикой паутиного клеща, а также тлей, вы можете легко использовать этот метод также на огурце, на томате, в том случае, если они уже страдают от паутиного клеща, или вы ожидаете, что паутиный клещ туда придет. Пивные обработки являются весьма эффективными для большого числа огородных и садовых растений, для яблони, для груши, смородину можно обработать и во время, и после уборки плодов. Очень хорошо обработать огурцы, томаты, перцы, баклажаны и многие другие растения. Поэтому, если пивной раствор у вас остался, не пожалейте, обработайте прочие ваши растения. Несмотря на то, что пиво ограничивается к употреблению людьми из-за того, что содержит алкоголь, даже небольшие дозы алкоголя будут хорошо стимулировать сейчас рост растений, налив плодов, в том числе томата, и сладость как яблони, так и томатных растений. Но на яблони могу вам сказать, что этот метод работает очень хорошо, регулярно я им пользуюсь и всегда доволен. Что ж, на этом я прощаю с вами. Надеюсь, эти простые советы помогут вам в том, чтобы получить хороший урожай, вкусных плодов, которые будут храниться, конечно, но еще лучше, если они будут быстро съедаться, потому что они вкусные и полезные. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok